Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. В 7 раз больше нормы из-за аномальных осадков в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации. Снизят цены на вывоз отходов. Мусорный тариф омских хотят пересмотреть в сжатые сроки. Признание и автомобиль в придачу. Эта работа, конечно, глобальная, командная, всех людей. Александр Бурков наградил лучших врачей региона. Самые умные омские школьники побили рекорд по ЕГЭ. И новички из НХЛ. Кто может перейти в стан ястребов в новом сезоне? В Омской области из-за подтопления вводят режим ЧС под водой больше 50 тысяч гектаров посевов. Режим уже действует в Тарском и Называевском районах. Здесь метеорологи зафиксировали переувлажнение почвы. В 7 раз превышена месячная норма осадков в Саргатке и Тюкалинске. Всего же в зоне затопления площади в 12 районах. Оведение особого положения на всей территории региона, скорее всего, объявят уже ближе к вечеру. Сейчас специалисты готовят необходимые документы. Сегодня идет согласование в целом по области порядков, которые определяют введение режима ЧС. И сегодня к концу дня будет введен, возможно, по всей области. Сегодня перестраиваем структуру посевных площадей, рассматриваем возможность использования этих площадей под кормовые культуры в летний период, посева многолетних трав для создания кормовой базы. Несмотря на сложную ситуацию, необходимый запас зерна в регионе, по словам экспертов, будет заготовлен в полном объеме, выполнит области обязательства по экспорту пшеницы. В ходе весенней кампании аграрии перераспределили площади и отвели под посев зерна поля, пригодные для его выращивания. Неутешительные для агрария прогнозы тем временем дают синоптики. Ливни в регионе будут идти до конца месяца. Холодными будут и ближайшие выходные. По ночам в субботу и воскресенье столбики термометров могут опуститься до 3-4 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 15 градусов. Будет дуть пронизывающий северный ветер местами с порывами до 10 метров в секунду. Прохладной будет и вся следующая неделя. А с 24 июня ожидается 30 градусная жара, но также с дождем и грозами. Сегодня в области начнется работа по пересмотру мусорного норматива. Пересчитать тариф должна рабочая группа при региональной энергетической комиссии. В нее вошли 23 человека. Это депутаты, общественники, чиновники и предприниматели. Чтобы собрать необходимую информацию, потребуется все 4 сезона года. Такова методика. Впрочем, сроки могут пересмотреть и сократить до 3 месяцев. С такой инициативой, напомню, губернатор обратился в Федеральное Минприроды. Предварительная договоренность достигнута. Официальные документы еще готовятся. После сбора необходимой информации ее проанализируют. И уже тогда пересчитают мусорный норматив. А вслед за этим изменится и плата омичей за вывоз бытовых отходов. Между тем, уже в следующем месяце оплатить вывоз мусора мячи смогут через все платежи. Об этом рассказали в энергосботовой компании, которая выставляет счета. Многие мячи, которые привыкли оплачивать коммуналку с помощью этого сервиса, недоумевали, почему строка мусор там по-прежнему не появилась. Выяснилось, что сейчас возможность оплаты услуги по вывозу и переработке ТБО находится в разработке. Соответствующая строчка появится в ближайшее время. Они дорабатывают свое обеспечение, чтобы эта строчка заработала, появилась. Как только мы договор урегулируем и протокол обмена данных, то появится. Примерно до конца месяца мы сделаем это. За продажу электронных сигарет школьникам заплатят штраф. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в региональном парламенте. Напомню, ранее депутаты единогласно поддержали запрет продажи вейпов подростка. За нарушение предлагают ввести штраф до 50 тысяч рублей. Для фирмы компании минимум 10 тысяч для должностных лиц. По намочиями составлять протоколы хотят наделить местных чиновников. Рассматривать дела будет административная комиссия. В Омске выбрали лучшего врача региона. Итоги областного этапа всероссийского конкурса подвели на торжественном вечере, посвященном Дню медицинского работника. Профессиональный праздник медики отметят в предстоящее воскресенье. Всего в регионе в сфере здравоохранения трудится 45 тысяч человек. Сейчас стоит задача, чтобы каждый житель области мог получить качественную, своевременную медпомощь, независимо от того, живет он в Омске или отдаленном селе. Почтную федеральную поддержку обеспечит национальный проект здравоохранения. Об этом в своей поздравительной речи говорил губернатор. В рамках этого проекта наша Омская область получит 32 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже получена субсидия в размере 1 миллиард 300 миллионов на этот год. В основном, конечно, эти средства пойдут на перевооружение онкологического центра, на приобретение техники, в том числе на приобретение 23 перережных ФАПов. Но я хочу подчеркнуть, что никакое медицинское оборудование не спасет жизнь человека без ваших рук, без вашего профессионализма, вашей заботы и вашего желания. Самым достойным вручили награды от областного правительства и Минздрава России. Мы отметили дипломами и лауреатов областного этапа конкурса на врачей 48 человек, занявших первое и второе места в 24 номинациях. Владимир Карасев поднимался на сцену дважды. Он стал не только лучшим онкологом, но и лучшим врачом региона. Хоть и вручали диплом мне, но эта работа, конечно, глобальная, командная. Всех людей, которые меня поддерживали, меня учили, которые со мной рядом с операционного стола стояли. Поэтому я считаю, что это победа наша общая, не только моя. Поэтому я горд за свой онкологический диспансер, за свой альмамат, что онкологов признают. И, в общем, чувство гордости за диспансер, за своих коллег, как он переполняет. Как лучший врач Владимир Карасев получил сертификат на автомобиль. Впрочем, как отметил победитель, участвовал в конкурсе он не ради машины, а чтобы повысить престиж Омской онкологической службы. Одной из лучших не только в Западной Сибири, но и во всей стране. В Омской области начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. За лето коммунальщики должны успеть протестировать трубопроводы. Сегодня испытания на прочность устроят сетям на ТЭЦ-3. Она подает горячую воду в дома на улицах Нефтезаводская, энтузиастов 19 и 20 партсъезда, магистральная, а также проспект Мира. Работы будут идти до 8 часов вечера. Горячую воду в это время обещали не отключать. При обнаружении повреждений и течи жильцов просят сообщать диспетчеру по телефону 40 06 91. С начала школьных каникул в областном управлении ГИБДД зарегистрировали уже 15 аварий с участием детей. 19 ребят получили травмы различной степени тяжести. Летом дети большую часть свободного времени проводят на улице. Как показывает статистика, именно в это время года чаще попадают в ДТП. Сотрудники госэфтоинспекции проводят профилактические беседы со школьниками в детских оздоровительных лагерях. Водители также просят быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. У нас только за прошлую неделю два ребенка неожиданно вышли на проезжую часть из-за стоящего транспорта, из-за павильонов. То есть это самое страшное дорожно-транспортное происшествие, когда водитель двигается и не подозревает, что ребенок может неожиданно выскочить из-за угла и, соответственно, получает ребенок очень тяжелые травмы. Потому что вовремя остановить автомобиль невозможно. Правила поведения на дороге сегодня обсудят участники детской телепрограммы, о чем расскажет книга. Маленькие читатели познакомятся с рассказом светофорчик Александра Дерешева. Член Союза писателей России также возглавляет отделение скорой помощи в ЦРБ города Тары. И о том, какие страшные травмы могут получить дети в автомобильной аварии, знает никто на слышке. Специально для программы сотрудники госэфтоинспекции провели показательный урок с омскими школьниками, продемонстрировали, какие опасные ловушки могут поджидать ребят на дорогах. Передача «О чем расскажет книга» выйдет в эфир сегодня в 19.15 на 12 канале. Омские выпускники поставили рекорд. Сразу 11 человек получили 100 баллов на экзамене по химии. Такой результат школьники региона показали впервые за всю историю проведения ЕГЭ по этому предмету в области. Всего химию в этом году сдавали 845 человек. 8 выпускников, которые получили высший балл, представляют городские школы, в том числе 139-ю гимназию, 64-й лицей, школу номер 32, 109, 112. Еще двое выпускники Центра развития одаренности номер 117, отмечу, число 100 баллов по химии по сравнению с прошлым годом, выросло почти в 4 раза. И на треть стало больше тех, кто на экзамене набирает больше 80 баллов. К жемчужине Казахстана доставят автобусом. В регионе возобновили рейс Омск-Боровое. Навозить туристов в курортную зону будут каждый день. Рейсы от автовокзала отходят в 22 часа 10 минут. Первый поедет уже сегодня вечером. За билет взрослым придется выложить 1250 рублей. Детский проезд обойдется в половину дешевле. Время в пути примерно 5 часов. Каждое лето отдых в Боровом выбирают тысячи мячей. Озеро славится лечебными свойствами, минеральной воды и целебной грязи. Авангард могут пополнить сразу три легионера из Инхайла. Среди потенциальных новичков клуба, чемпионы мира 2015 года в составе сборной Канады Джейсон Спеца. Он пять последних сезонов провел в Даллас Тарс. Всего за плечами Спеца 1065 матчей и 915 очков в Инхайл. Кроме того, в состав ястребов могут перейти два игрока сборной Латвии, нападающий Баффало Земгус Гергенсонс, а также Теодорс Блюгерс из системы Питтсбурга. Блюгерс, самый главный тренер авангарда Боб Харфи, работал на последнем чемпионате мира, где тот провел семь матчей и заработал четыре очка по системе Гол Плюс Пасс. Подписание контрактов станет возможным после 1 июля, когда в Инхайл откроется рынок свободных агентов. Авангард – факт перехода игроков, пока не подтвердил. Последние затопленные поля в Называевском районе облюбовали пернатые вдоль трасс. Здесь запросто можно встретить пары белых лебедей, уток, куликов и чибисов. Разгуливают по полям и серые журавли. Правда, настоящий журавли. Впрочем, ничего удивительного для орнитологов в этом нет. В Называевском районе обитают больше ста видов птиц. Многие из них с приходом зимы улетают на юг, а весной вновь возвращаются в здешние болота и заводи, чтобы свить гнезда. Птенцов в Называевском районе выводят и многие краснокнижники. В их числе лебеди, клейкуны и шипуны. Это как бы подростки, которые сейчас на территории Называевского района Омской области пополняют свои кондиции, чтобы стать половозрелыми и на следующий год создать пару и приступить к размножению. То есть то, что вы наблюдали сейчас в июне на территории Называевского района Омской области, это наш истинный современный период, современное состояние орнитофауны. Тем временем в птичьей гавани заметили среднего кроншнепа. В Омском парке птицы были пролетом, отдыхали по пути на родину. К восточной части Байкала они возвращаются с берегов Средиземного моря. Немало тех, кто в гавани свел гнезда, в их числе экзотические птицы. Зимородок и малый погоныш. Всего около ста видов. И все же разнообразие пернатых в этом году несколько снизилось из-за частых пожаров со стороны поселка Рыбачьи, ведь гнезда здесь перестали, серая цапля и большая выпь. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Двитри, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. И о погоде. Сегодня, 14 июня, по области в Омске пасмурно. Дожди. Температура воздуха в районах днем до плюс 13. В Омске столбики поднимутся до плюс 14. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Это все новости к этому часу. Развитие событий расскажу уже в 14.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok